Когда другой человек что-то вам рассказывал о себе, задавали уточняющие вопросы, вам казалось, что вы его слушаете и всё это воспринимаете. После того, как вам нужно было рассказать другому человеку о нём, возникала естественная сложность. Так, как его зовут? Так, где он работает? Почему он здесь? Здесь, казалось бы, да, вы только что поговорили с человеком, всё было понятно. Этот человек при этом слушал, как про него рассказывают. Я думаю, он тоже испытал странные чувства. Он вроде бы говорил о другом. И с именем с его всё понятно, и с работой, и с образованием. Что он тут делает? Третье. У каждого из вас, когда вы слушали друг друга, возникало ощущение того, что вы понимаете, про что вам рассказывают. Конечно. Ну, человек там работает тем-то, учится там-то, делает то-то. Всё понятно. Теперь представьте себе человека, который знает вас так, как вы себя знаете. Такого человека нету на свете. Но при этом, когда вы слушаете другого, у вас возникает полное ощущение, что вы понимаете, о чём идёт речь. Эти парадоксы, с которыми мы сталкиваемся, есть парадоксы нашего мозга. Потому что всё, что он делает, он говорит нам. Ты всё понимаешь правильно. Ты большой умница. Ты так всё послушал хорошо, так всё понял. И как только мы начинаем его спрашивать, что он понял, понял ли он, запомнил ли он, мы обнаруживаем, что он просто врёт себе. И это враньё, которое наш мозг совершает постоянно. И первое, что мы должны понять, что сознание, которое мы считаем таким замечательным, таким важным, таким прекрасным феноменом, на самом деле ведёт какую-то свою игру. Давайте сейчас попробуем понять, что вы, вы же все знаете, что такое сознание. Я допускаю, что вы можете не знать кантовских вопросов. Хотя имело бы смысл. Но что такое сознание, вы же должны быть в курсе. Что такое ваше сознание? Вот вы понимаете, что вы ежесуточно теряете сознание. Каждый раз засыпая, вы теряете сознание. Если вы посмотрите на кого-то из своих, ну, кого вы можете увидеть спящим, то вполне очевидно скажете, он без сознания. Наше сознание чрезвычайно ограничено в способностях. Когда вы ведёте машину, есть здесь те люди, кто водит машину? Поднимите руки. Так, ну, смотрите, много водителей. Когда вы ведёте машину, и вы разговариваете по телефону, где находится ваше сознание? В телефоне. А кто ведёт машину? Тело. Мышечная память. Автоматизмы. Ваше сознание вчера было одним, завтра будет другим, в зависимости от того содержания, которое вы имеете. Отражаем ли мы сознанием действительность? Действительность огромна, объёмна, а вы можете только говорить по телефону или вести машину. Ну, машину уже ведёте на автомате. Какую действительность? Вы отражаете какой-то очень маленький её фрагмент. Очень популярны рассказы про мультизадачность, что мы можем делать много задач сразу. Есть здесь многозадачные люди? Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Я как фокусник. У меня колода карт. Да? Я буду показывать фокус. Как вас зовут? Юля. Юля сейчас будет делать одну задачу. Ей нужно будет разложить колоду на четыре масти. Да? Да? Понимаете? Там крести как-то, буби. Вот это вот. Просто она разложена. Да. На четыре группы. Так, делаем паузу. Хорошо и просто справляется с задачей, да? А сейчас мы попросим её делать то же самое. Таблицу умножения на два. Дважды два, четыре. И давайте. И вслух делаем то и другое. Дважды два, четыре. Дважды три, шесть. Дважды четыре, восемь. Дважды пять, десять. Дважды шесть, двенадцать, двадцать. Всё, спасибо большое. Юлю больше не будем мучать. Кладите. Что, они многозадачные оказались? Да, конечно. Никто из нас не является многозадачным. Что сейчас происходило? Да, вы можете сесть. Можем похлопать герою. Что сейчас происходило? Вы видели, как карта каждый раз зависала, когда соуссчёт, да? Нужно было сосчитать таблицу умножения на два. Её знают все. И, в общем, нас даже во сне можно разбудить. Мы, в общем, всё-таки справимся с этой задачей. Мозг не способен делать две задачи сразу. Он может что-то превратить в автоматизм, но это уже не будет сознательным действием. Количество людей, которые попадают в аварии именно потому, что они говорят по телефону, огромное. Почему? Потому что в этот момент машину ведёт автомат, который в голове, в соответствующие зоны мозга, за это отвечает. Но если он будет делать что-то сознательно, он будет переключаться с задачи на задачу. И тут и происходило. Раскладываю карты и переключаюсь на таблицу умножения. Говорю дважды два-четыре, нахожу карту. Перу следующую карту, думаю, дважды три-шесть, да? И после этого понимаю, куда класть. Наше сознание – предельно ограниченная штука. Мы с вами абсолютно немногозадачны. Но это не единственное ограничение. Когда вы используете сознание для того, чтобы принять решение или о чём-то подумать, какое количество интеллектуальных объектов участвует в принятии решений? Как много факторов вы способны учесть, когда вы принимаете решение? Три, четыре. Всё правильно. Сразу уронил карты. Всего лишь три-четыре интеллектуальных объекта. Все знают знаменитое число 7 плюс минус 2. Это то, сколько мы можем запомнить в оперативной памяти. Единиц информации. Почему раньше телефоны запоминались достаточно легко? После того, как появился префикс, вот этот вот 921, 911 и так далее, мы на слух не воспринимаем телефон. Потому что больше того количества, которое способно в оперативной памяти удержаться. Но это просто память. А если вам надо думать, то максимум, которым вы пользуетесь, это три-четыре обстоятельства, которые вы учитываете. Представляете, ограниченность нашего сознания в принятии решений. Ну и самая фантастическая вещь в последнее время тоже выяснена и доказанная. Какова продолжительность мысли, которую мы думаем? У меня есть подготовленные слушатели. Три секунды. Мысли, которые вы думаете, длятся три секунды. У вас есть ощущение, что они у вас там длинные, серьезные, вот это вы начали страдать, мучиться, думать, как ваша жизнь не состоялась, почему вы не можете что-то начать с понедельника и так далее. Три секунды, три секунды, три секунды, и дальше склейки. Просто склейки. Когда вы находитесь в состоянии блуждания, про что-то думаете, вот спросишь, о чем ты сейчас думаешь? Это самый вопрос такой, ставящий в тупик. Ну, вы думали про многие вещи, да? Вы думали по три секунды, а одна тема занимала у вас всего лишь 10 секунд. То есть вы в лучшем случае про какую-то тему, про которую вы задумались, вы подумали 10 секунд из там трех-четырех фрагментов, потом вы ее кинули и стали по системе ассоциаций думать о чем-то следующем. И вот эту интеллектуальную окрошку мы называем сознанием. Ты же в сознании не спишь. Не спишь? Молодец. А что думаешь? Ужас. Чудовищно ограниченная вещь. А теперь давайте подумаем, что на самом деле мы делаем. Не наше сознание, с которым мы себя идентифицируем, а что мы делаем. Что делает наш мозг? Как вы думаете, что сейчас делает ваш мозг? Так. Значит, очень важная вещь. Мы все с вами находимся под воздействием гравитации. Это очень сложная вещь. Мы в свое время потратили много усилий для того, чтобы научиться ей противостоять. Если кто-то помнит, мы с вами плохо держали даже головку. И нам надо ее было поддерживать. В противном случае у нас под действием гравитации она бы куда-нибудь завалилась. После этого мы учились сидеть, стоять и так далее, поднимать, перетягивать. Это была очень большая задача. Если вы думаете, что сейчас вы этой задачи не выполняете, это так. Вы сейчас сопротивляетесь гравитации. Это большая работа, которую производит ваш мозг. Дальше. Вот вы меня видите. Вы знаете, что в центре меня дырка? Да, я дырявый. Не заметите? Нет? Ну посмотрите. Ну точно есть дыра во мне. Нет? Нет? Но так устроена наша сетчатка глаза, что там есть слепое пятно. Та зона, где отростки, где окончание нервных клеток, которые воспринимают фотоны от меня, отлетающие в вашу сетчатку глаза, там просто нету рецепторного аппарата. И на самом деле вы постоянно видите перед собой картинку, в которой большое черное пятно, но в центре. Почему вы его не видите? Потому что у вас есть в затылочной области коры, в которых происходит следующая операция. Они получают всю информацию. Дальше понимают, что они должны увидеть. Они это продумывают и реконструируют ситуацию таким образом, чтобы вы не замечали ни этого большого пятна, ни огромного размытия вокруг меня. Вы все всю дорогу чувствуете, что вы находитесь в объемном пространственном помещении. Если вы думаете, что это вас как-то Господь Бог вам нашептал, что вы находитесь в пространственном помещении, это нет. Потому что у вас есть теменные области коры, которые вокруг вас формируют это пространство. И вы его не видите сейчас, ни сзади, ни сбоку. Вы видите только перед собой. Но при этом вы его чувствуете вокруг. Потому что есть соответствующая зона. Но вы еще более того, вы постоянно создаёте, сидите и распознаёте мою речь. А я что делаю? Вы думаете, я разговариваю? Пожалуйста, не испытывайте иллюзий. Я просто колеблю воздух. Этот воздух колеблется, продвигается в пространство, залетает вам в уши. Самые ненужные части человеческого тела. Ну, сами уши. Дальше у вас там внутреннее ухо, там стремечко, молоточек. Понимаете, я ударяю по мембране. Я лёгкими толкнул воздух. Он полетел, толкнул вашу мембрану. Там целый набор воздействий, которые в результате колеблят жидкость, которые находятся в вашей улитке. А внутри этой улитки находятся воспринимающие рецепторы, у которых такие длинные волосики, которые колеблятся в воде, которые в вашем ухе. Потому что я плюнул своим воздухом из вам икрутную ветку. И вот эта вот муть попала вам туда внутрь. И из этого вы слышите смысл слов, которые я произношу. Вы представьте. Это делает ваш мозг. Теперь все закрыли глаза. Все закрыли глаза. И почувствовали, как вам в попу давит стул. Возвращайтесь ко мне. Это происходило всю дорогу. Вам в попу давил стул. И мозг постоянно занимался анализом этой информации. Поверьте, если я выдерну из-под вас стул, вы тут же поймете, что это была важная и большая работа, которую проделывал ваш мозг. Все, что я рассказываю, толкает огромное количество ассоциаций, которые у вас возникают. И это тоже все происходит в вашем мозгу. И это происходит непроизвольно от вас. Я произношу нечто, и вы сразу же по этому поводу начинаете что-то думать. Сейчас я кое-что напишу на доске, можно даже не смотреть совершенно. Не обращайте внимания. Не смотрите, это не важно. Теперь закройте глаза. Закройте. И представьте себе трех животных. Наш мозг работает сам по себе. Корова побежала по полям. Правда? Итак, самая важная вещь, которую очень сложно понять из первой главы первой красной таблетки, и которую я сейчас пытаюсь вам изъяснить в таких фокусах. Есть наше с вами сознание. Мы считаем себя сознательными существами. Мы считаем, что наше сознание это какое-то отражение действительности и так далее, и так далее, и так далее. Нас так этому учили. Но в действительности наше сознание – это маленький луч, который ходит по коре головного мозга и высвечивает какую-то частную информацию из той огромной, колоссальной работы, которую производит наш мозг. И наш мозг производит такое количество работы, мы даже представить себе не можем, какой ее объем. Он постоянно работает. А сознание наше так вот поблуждало, посмотрело, на чем-то попыталось сконцентрироваться, и снова через три секунды переключилось на следующую задачу. И теперь мы задаемся вопросом, а как же мы управляем своей собственной жизнью? Кто управляет нашей собственной жизнью? Кто мы такие? И вот наша задача – начать что-либо с понедельника. Ну вообще просто, а вдруг давайте изменим свою жизнь? Мы же понимаем, что она, в общем, нуждается в том, чтобы сделать ее лучше. Кто в этот момент принимает это решение? Ваше сознание или ваш мозг? Так, и что представляет собой сознание? Чуть-чуть отматываем назад. Да, три секунды – это случай, который высветил что-то в нас в голове. Да, у вас в голове есть мысли про поводу того, что надо начать новую жизнь. Но у вас в голове есть привычка жить вашей обычной жизнью. И ваша обычная жизнь приводит вас к тому, что вы имеете то, что вы имеете. И это то, что делает ваш мозг. Вам, может, не нравится. Ему нравится.